Уважаемые друзья, коллеги, студенты! Сегодня, 29 мая, мы с вами празднуем наш день рождения, нашему ВУЗу 103 года. В далеком 1918 году был создан первый Московский институт физической культуры. Было тяжелое время, гражданская война, разруха, интервенция, голод, беспризорники, но была поставлена задача, институт ее выполнял. И уже в декабре 2020 года по указу Ленина мы становимся первым высшим учебным заведением в области физической культуры. А в 1934 году мы получаем с вами гордое название Ордена Ленина. Много прошло времени с тех пор, трудно было нашим предшественником. Создавались новые школы, новые направления, новые течения. Мы помним с вами наших учителей. Это имена, которые вошли в спортивную науку, они вошли в историю. Это Гореневский, Иваницкий, Саркизов-Саразини, Жемчужников, Рудик, Пашкевич. Очень много можно перечислять и долго. Мы всех их помним. И для того, чтобы память осталась, мы с вами сделали очень хорошее дело. Мы с вами построили аллею славы. Вот здесь мы с вами увековечим всех наших учителей. А для того, чтобы не забывались эти имена, мы с вами переименовываем наши кафедры. Не только теоретиков, но и спортивные кафедры. Те люди, которые стояли у истоков создания какого-то определенного вида спорта, создания школы по виду спорта, руководителей Первой Федерации по этим виду спорта. Поэтому память в нашем ВУЗе жива, и мы будем ее только приумножать. Ну и как вы знаете, в 1988 году мы с вами получили высокое звание Международного диплома ЮНЕСКО. И вот с тех пор, как только мы с вами вышли на мировой уровень, ВУЗ из года в год повышает свой статус среди российских ВУЗов, зарубежных ВУЗов. О нас помнят. К нам приезжают много иностранных специалистов. Мы стараемся выезжать и чему-то учиться. Как говорили великие ученые, не стыдно чего-то не знать, стыдно не учиться. Поэтому я хочу вам сказать всем спасибо, что наше поколение, кто сейчас работает в ВУЗе, вы все достаточно целеустремленные педагоги, преподаватели, стремитесь узнать новое, и все это новое приносит наш ВУЗ. Поэтому мы с вами стали сейчас достаточно передовыми. Не хочется хвастаться, но хочется вас похвалить всех. Потому что ВУЗ действительно сейчас расцветает, у него есть большие перспективы и планы. Поэтому я хотела бы вам пожелать в день рождения, наверное, конечно, сначала здоровья. Ситуация тяжелая, но все-таки мы с вами выстояли, и ВУЗ не остановился, и семимильными шагами идет вперед. Для нас с вами этот дом, в котором мы не просто работаем, мы здесь живем. То есть мы с вами, в принципе, на работу, наверное, и не ходим. Мы занимаемся любимым делом. А если занимаешься любимым делом, значит, ты не работаешь, а отдыхаешь. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы вы с удовольствием приходили в стены этого университета, чтобы вы делали с удовольствием свою работу, чтобы преподаватели были терпимыми, мудрыми, чтобы студенты были пытливыми, хотели учиться. Никогда не пожалели бы о том, что пришли в стены нашего университета. Наверное, сейчас скажу слишком высокопарно, но все-таки я надеюсь, что, наверное, где-то лет через 50, может, через 100, когда в этом кресле будет сидеть какой-то другой ректор. Может быть, по-другому будет называться и университет, какое-то еще международное звание, может, с вами получим. И когда будет перечислять первых учителей, возможно, наши с вами фамилии прозвучат. Или фамилии тех, кто сейчас является студентом. И это было бы здорово. Потому что преемственность поколений – это хорошо. Все люди, которые здесь работают, это большая семья. Мы делаем одно дело. Поэтому хочу еще раз вам пожелать здоровья, наверное, все-таки радости. Радость от того, что утром встал и светит солнце. Радость от того, что ты идешь на работу к любимому своему столу, берешь свою любимую ручку и пишешь то, что потом твои потомки будут читать и на этой операции сделают более что-то новое, большое, наверное, и глобальное. Каждый день – маленькая мелочь. Складывается одно большое и великое. Уважаемые коллеги, время бежит очень быстро. Недавно празднули 100 лет, уже 103 года. Уходит поколение, но приходит новое поколение. Поэтому что хочу пожелать сейчас еще вам? Прошлое, это как уже ушедший поезд. Будущее, а возможно, его не будет или каким оно будет, мы не знаем. Но есть сегодня и настоящее. Давайте возьмем все хорошее из прошлого, будем смотреть с надежды в будущее, когда у нас получится сегодня, настоящее. А как будет через 50 лет, об этом расскажут наши с вами потомки. Всего хорошего, доброго, побегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова